Датировка этого произведения спорная. Возможно, оно было написано в Мадриде между 1631 и 1632 годом, после возвращения художника из Италии, и является одной из работ на религиозную тематику среди таких, как «Христос на кресте» из Прадо, подписанное и датированное 1631 годом, «Искушение святого Фомы Аквинского» из Эпархиального музея Ариоэллы. «Христос» у колонны из Лондонской национальной галереи. Очень светский по духу в католической Испании Веласкес сравнительно редко обращается к христианским сюжетам. Иконография произведения восходит к севильским работам Пачеку середины второго десятилетия XVII века с четырьмя гвоздями, как указывал Велаской своего учителя тесть. «Христос служенный, как Аполлон, окутан слабым светом. Его склоненная голова прекрасна, и здесь явно прослеживается влияние итальянцев». Харизма этого образа вдохновила такого поэта, как Мигель деу Намуну, посвятившего ему свою поэму «Христос Веласкес». Произведение «Распятый Христос» называется также «Распятие Сан-Пласидо», поскольку оно предназначалось для монастыря Бенедиктинок Сан-Пласидо в Мадриде, где и находится до конца XVIII века, а затем, после многих перепитий, оказывается в Прагу. Легенда гласит, что распятие Сан-Пласидо было заказано Филиппом IV во искупление кощунственной страсти к одной монахине. В сводниках у короля был протонотариус Арагона Дон Херониму де Вильянуэла, живший соседним с монастырем доме. Само собой, разумеется, король не мог быть наказан за этот проступок, но протонотариус предстал перед судом инквизиции. Сан-Пласидо